Любовь к автомобилям оказалась сильнее неизлечимой болезни. 23-летний Максим Гончаров, страдающий ДЦП с детства, не только выучился на права, но и стал автоблогером. Во время съемок очередного обзорного ролика на очередной автомобиль с ним и встретилась наша съемочная группа. Вот уже несколько лет Максим Гончаров автор и ведущий собственного блога. Блога об автомобилях и о путешествиях на этих автомобилях по городам России. Всем привет, с вами Гончар. Так, еще раз. Всем привет, с вами Максим Гончаров, ведущий автопередачи Гончаров Драйв. Автомобили это любовь с детства. Каждый, наверное, подросток увлекается автомобильной тематикой. У вас зажигается огонь в глазах, когда он видит интересную или какой-то красивый автомобиль. Ему хочется на нем прокатиться, попробовать. И вот эта вот цель, которую он поставил, то есть он получил водительское удостоверение, он официально может, несмотря на свои какие-то трудности физические, управлять автомобилем законом. Я сдавал на обычной механике с первого раза. И, соответственно, без каких-либо проблем я сдал. Я разработал тем самым многие. Это единственный случай, когда с ДЦП сдали на механике, потому что обычно они сдавали на автомате. А когда сдавал на права в ГИБД, не удивились? Они были в шоке. Они, если честно, не видели никогда таких людей. Тем более, меня подводили два инструктора за руки, потому что я уже сам не могу ходить. Они, соответственно, меня подводили очень с двух сторон, чтобы я не упал. И для инспектора это было таким шоком. Ищет возможности заниматься любимым делом. Он большой молодец. И глядя на него, то есть можно набраться энергии. И все свои проблемы кажутся пустяком. Тестировал военный Гелендваген в Калининградской области. Также тестировали бульдозер в Санкт-Петербурге. Тестировали микроавтобус в Карачаево-Черкесии. Зрители есть от 15 до 55 лет, как показывает статистика Ютуба. Перемещаюсь я с помощью минимальной поддержки за руку или с помощью вот таких ходунков. Я родился с таким заболеванием. Перенес я две операции. Благодаря им я, скорее всего, и могу сейчас управлять автомобилями. Заниматься любимым делом, который уже переходит в стадию работы. Многие люди в такой болезни, они унывают. А смотришь на Максима, и он даже получше некоторых людей, которые сидят дома и ничего не делают. Это ему огромный плюс и большой пример для остальных людей, которые ищут какие-то отмазки и оправдания постоянно. Я участвовал в Санкт-Петербурге в раллийных гонках, но как штурман. Соответственно, сейчас у меня принято решение попробовать уйти в автоспорт. Потому что человек с ограниченными возможностями в автоспорте вообще никогда не участвовал. Продолжение следует... Продолжение следует...